16-й открытый детский турнир по карате «Первые шаги» в Щелкове. Его неизменной особенностью является ориентированность на юных начинающих спортсменов, для многих из которых данный турнир становится отправной точкой в большой спорт. Попробовать свои силы в УСК Подмосковье приехало свыше 400 спортсменов из Москвы, Московской и Владимирской областей. Несмотря на высокую конкуренцию, наши каратисты завоевали 18 медалей во всех возрастных категориях. У нас в сборной Московской области есть очень много спортсменов, которые начинали свой спортивный путь именно на турнире «Первые шаги». Сейчас таких турниров становится больше и по Москве, и по Московской области, и по России. И турниров для начинающих становится больше. Но каких-нибудь 5-6-7 лет назад это был чуть ли не единственный турнир, на котором спортсмены делились по уровню подготовки и могли соревноваться только с равными себе. Спортсмены были разделены на возрастные категории и на группы А, Б и Ц в зависимости от уровня подготовки. Они продемонстрировали свои навыки в дисциплинах ката и кумите. Самые юные участники Мария Бородина и Сергей Заринский, несмотря на «Первые шаги» в этом виде спорта, показали хорошие результаты. Я хочу, что я занятый в первом месте. Мы с сентября начали заниматься, и наше первое сегодня соревнование состоялось удачно. Турнир «Первые шаги» – это возможность соревноваться со сверстниками. Несмотря на то, что он ориентирован на новичков, проводится в соответствии со всеми установленными правилами и организован на высоком уровне. Во-первых, я хочу выразить большую благодарность Антону Николаевичу Ракицкому за то, что он уже на протяжении стольких лет организовывает этот турнир для молодежи, то есть для юных спортсменов, которым часто бывает даже негде себя пробовать. Во-первых, младшие спортсмены учат себя чувствовать на татами, не волноваться. Во-вторых, они смотрят на тех спортсменов, которые уже имеют опыт и перенимают лучшие варианты выполнения техники, то есть что ката, что кумите. Японское боевое искусство карате пользуется огромной популярностью. Количество детей, занимающихся этим видом спорта, уже превысило 300 тысяч человек. Практически все тренера в один голос говорят, что уровень возрастает с каждым годом все сильнее и сильнее. То есть спортсмены начинают выполнять, скажем, какие-то приемы, удары и так далее с очень высокой скоростью, с хорошей подготовленностью, как тактической, так и технической. То есть уровень очень сильно возрастает. Организаторы уверены, что такие мероприятия увеличат число поклонников боевого искусства. Евгения Корытько, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.